Луганский машиностроительный завод получит прописку в Чувашии. Принять непростое решение о переносе производства в Россию руководству предприятия пришлось после того, как цеха были практически полностью разрушены в результате артобстрелов. Сейчас найдено подходящее помещение, подключаются станки, отремонтирована столовая. Далее продолжит Ольга Петрова. Сантиметр за сантиметром, буквально на руках, луганские рабочие двигают станок для высокоточной металлообработки. Уверяют, что уже в пятницу он будет подключен. 12 лет компания из Луганска работала в основном на российский рынок. Потому и эвакуироваться вместе с коллективом и оборудованием владельцы бизнеса решили в Россию. Цеха попали под обстрел, и станки пришлось вывозить под пулями. Мы проехали по Ростовской области, посетили 6 предприятий, где можно было расположиться. Ну, там уже беженцев много очень было. Поэтому принято решение было уехать подальше, в центр России, в глубинку. Ну, тем более, здесь знакомые были. Мы думали, что меньше будет людей поедать. А поехали все, именно основной состав, который рабочие. Никого уговаривать не пришлось. 23 луганские семьи оказались в Чувашии почти месяц назад. За это время руководители предприятия успели не только снять для них квартиры, но и купить небольшой склад в пяти километрах от Чебоксар. Прежние хозяева сейчас вывозят отсюда металлолом, а новые уже отремонтировали крышу, начали ломать стены, заливать полы и монтировать оборудование. Правда, половина станков застряла на таможенном складе в российском Донецке. Если бы у нас была возможность вытянуть наше оборудование, мы бы сейчас уже запустились полным ходом. Дополнительно будет порядка 50 мест рабочих сразу же организовывается, и нам надо набирать людей местных. Под кабинет директора приспособили бывшую подсобку. Здесь пока только два стола, но зато уже висит знаменитая цитата Генри Форда о том, что если забрать у него все фабрики, но оставить его людей, то новые заводы не замедлят появиться и будут лучше прежних. С таким коллективом, уверен Никита, компания быстро завоюет рынок. Возвращаться этим людям некуда, поэтому с украинским гражданством они решили попрощаться и получить российские паспорта. Мне 60 лет, поэтому я не знаю, вернусь я или нет. Владельцы бизнеса еще в Луганске обещали коллективу, что в России у них будет и зарплата, и жилье. Бывшие рабочие кабинеты над цехом собираются перестраивать под общежитие для тех, у кого еще нет семьи. А через месяц начнут кормить горячими обедами. Столовая получается сейчас в стадии быстрого запуска. Делается ремонт, зашпаклевали стены, сейчас будет покраска. Завозим мебель, оборудование. Все документы на регистрацию новой компании уже оформляются. Вот только над торговой маркой здесь все еще думают. С одной стороны, бизнесменам хочется сохранить историческое название «Луганский машиностроитель 43». С другой, упомянуть и Чебоксары, как место второго рождения их предприятия. Ольга Петрова, Павел Иритков. Вести. Чебоксары.